Я вам буду сегодня рассказывать про сон. Я, правда, боюсь, что многие люди, когда видят объявление, что лекция про сон, они сразу идут, поскольку надеются, что будет разговор о сновидениях, о вещах, снах и о всяких прочих таких удивительных явлениях. И тут я могу вас сразу огорчить, что, хотя я вам надеюсь, что расскажу, что такое сновидения, откуда они берутся, но постараюсь объяснить, что ничего в них нет ни интересного, ни загадочного. И это как раз самая неинтересная сторона всего действительно удивительного процесса, которым на самом деле является состояние сна. Про него еще широкой публике очень мало известно. И я должен сказать, что не только широкой публике, так сказать, как населению, но даже в научных кругах. Это теория сна, которую мы разрабатываем. И это уже не только теория, потому что были получены огромное количество экспериментальных подтверждений. Но она только-только сейчас, так сказать, постихонечку и очень медленно, для меня даже поразительно медленно. Я никогда не думал, что наука – это настолько консервативная среда, в которой так трудно продвигать новые идеи. Но, так сказать, она завоевывает постепенно, так сказать, всеобщее признание. И гораздо легче она находит понимание не среди специалистов-физиологов или людей, которые долгое время до этого изучали сон, и у которых уже есть много устоявшихся представлений и воззрений. А вот, например, если рассказать ее детишкам в детском саду, они ее воспринимают совершенно легко и просто. У них тут никаких предрассудков на этом пути нет. Ну, я надеюсь, что и с вами будет сегодня такая же картина. Но если мы начинаем говорить про сон, наверное, нужно сначала как-то нам определить, что это такое, и чтобы было нам от чего оттолкнуться. И вот на первой картиночке я сделал такой далеко не полный список того, что я назвал основная феноменология сна. Значит, когда мы усталые и хотим спать, что мы делаем? Мы ищем какое-нибудь тихое, темное и мягкое место. Для чего? Для того, чтобы уменьшить приток всяких раздражителей, которые нас будоражат. И если, так сказать, я буду ориентироваться в среднем на знание физиологии в пределах средней школы. Поэтому, может быть, буду иногда говорить немножко слишком просто для тех, кто, может быть, знает физиологию или медицину в немного большем масштабе. Но, так сказать, когда мы хотим заснуть, мы стараемся избавиться от всех входов из внешнего мира, закрываем глаза, закрываем двери, чтобы не было шумно, и от нашего собственного тела. Потому что огромный поток сигналов и нервных импульсов идет от всей нашей кожи, мышц, сухожилий. И он тоже направляется в зоны коры, которые называются соматосенсорные, то есть зоны, которые чувствуют наше тело. И вот первая наша задача, когда мы хотим спать, это уменьшить максимально приток информации из внешнего мира. Это делается не только механически, там, закрывая глаза и закрывая двери. Но у нас есть и специальные нервные механизмы. Нервные механизмы, расположенные в определенных отделах мозга, стоят на проводящих путях. Сигналы от внешнего мира идут, ну, вы знаете, от глаз, например, у шеи есть зритный нерв, слуховой нерв, есть многочисленные нервы, идущие от всех, так сказать, кусочков нашего тела. По ним по всем идут нервные импульсы, это просто электрические сигналы, которые, ну, точно так же, как телефонный разговор по кабелю, видеокартинка по тоже видеокабелю, так же передается от сенсора, который расположен, например, в глазу, в ухе, или в ногах, в руках и в плечах, и передается в мозг. Так вот, на пути передачи этих сигналов есть специальный отдел мозга, где передача эта может быть прервана. То есть это не сплошное волокно, а есть зоны, так сказать, зоны коммутации, зоны переключения, где сигналы приходят до какого-то места, и с одного нейрона переключаются на следующий нейрон. Вот там, где есть это место переключения, там можно поставить выключатель, который по еще одному входному управляющему сигналу будет или открывать проведение, или закрывать. И вот, когда мы начинаем засыпать, у нас включается активное подавление еще того, что мы не сумели подавить за счет просто тишины и мягкости нашей постели. В результате достигается ситуация, когда просто никакие сигналы из внешнего мира и от нашего тела в кору мозга не поступают. Мозг оказывается абсолютно изолированным. Это, в общем, было известно довольно давно. Но что еще мы наблюдаем? Снижение мышечного тонуса. То есть мышцы расслабляются в разные, есть разные фазы сна. Самая длительная фаза сна, так называемая, медленная, потом покажу, как она выглядит, и быстрый сон. Но в обоих этих фазах мы имеем расслабление мышц, и в фазу быстрого сна это абсолютно полная, так называемая, тони, или полное расслабление мышц. Вот в таком странном состоянии мы находимся где-то 8 часов. И не только мы, но и все зверюшки, и птицы. А сейчас уже показано, что и мушки, и червячки, и все прочие зверюшки, они вот в таком странном состоянии сна находятся довольно долго. Мы не можем сказать, как себя чувствуют зверюшки после сна, но по собственному опыту мы знаем, что после хорошего сна у нас улучшается состояние, подъем работоспособности, мы чувствуем, что мы отдохнули, и снова можем, значит, часов этих 16 пробегать и быть здоровенькими. Вот эти все наблюдения, которые были известны, в общем, тысячелетия людям, они привели к общему заключению, что сон – это, прежде всего, отдых мозга. Ну, так же, как мы знаем, что работаем мы тяжело, у нас устают мышцы, нам надо сесть, расслабиться, мышцы отдыхают, и мы опять можем работать. Ну, так же казалось, что и мозг – это некоторый орган наш, который тоже требует отдыха, и вот сон – это как раз и есть этот самый отдых для мозга. И эта гипотеза о функции сна существовала до первой половины XX века. Она оказалась совершенно логической, хорошей, и, собственно, что тут было лучше. Все понятно, конечно, нужно отдых быть для мозга. Проблема с ней встала тогда, когда Гансбергер разработал технику регистрации электроэнцефалограммы. Это на голову человека можно прилепить электроды и начать вспомнить… Появились тогда только первые ламповые усилители, и когда появились усилители, можно было усиливать вот эти очень маленькие электрические потенциалы с головы мозга и оценивать, что, так сказать, ну вот, некоторый суммарный электрический сигнал. Конечно, тогда совершенно никто не знал еще, так сказать, что генерирует этот сигнал, откуда он берется и что он отражает, но, тем не менее, некоторую электрическую активность можно было видеть, и появилась… и он же сам, обнаружив эту энцефалограмму, он начал регистрировать ее и у спящих людей. И увидел… так… вот это, значит, картинка. Это не человеческая энцефалограмма, это я показываю уже свои записи, сделанные на энцефалограмме кошки. Абсолютно не отличается ничем от человеческой, в общем, ну, просто сигнал лучше, чище, и его показывать, может быть, полезнее. Вот это период бодрствования. Величина колебаний. Это большой кусок, 5 минут записи. Вот идет такая очень высокочастотная низкоамплитудная активность. Но с первых признаков засыпания, когда видно, что у кошки уже начинают немножечко слепаться веки, в этой энцефалограмме появляются волны большей амплитуды, и по мере углубления сна эти волны становятся больше, больше и больше. Ну вот на следующих записях я просто беру кусочек из этой записи, растягиваю его 2 минуты, 1 минута и 10 секунд. Вы видите вот эти вот медленные волны, высокая амплитуда, которые появляются во время сна. Из-за этой вот феноменологии, из-за этих медленных волн, эта фаза сна получила название медленный сон или медленноволновой сон. Для сравнения в том же масштабе я здесь показал кусок бодрствования, вот отсюда взятый. Вы видите, тут амплитуда волн гораздо меньше, и если сделать анализ спектра этого сигнала, то тут будет более выражена высокочастотная составляющая по сравнению с этим куском. Уже существенно позже, вот это было описано довольно рано, существенно позже было обнаружено еще второе состояние, довольно удивительное, что вот эта вот медленноволновая активность в состоянии глубокого, хорошего поведенческого сна вдруг может перейти вот в абсолютно такую же вот картиночку. Пропадают медленные волны, энцефалограмма становится совершенно как состояние бодрствования, при этом полностью расслабляются мышцы тела, начинает падать температура тела, и обнаружили, что в это время начинают быстро дергаться глаза. Эта фаза получила название «фаза быстро в движении глаз». Ну, мне это не очень нравится, потому что у одних зверей глаза действительно много дергаются, у других они дергаются гораздо меньше, а главное, что в этих дерганиях глаз никакого смысла нету, поэтому я предпочитаю название такое, что это у нас была фаза медленного сна, где медленные волны и быстрого сна, где, значит, волны доминируют высокочастотные. Вот такая была картина. А что ожидали? Ожидали, естественно, прямо обратное. Ожидали то, что в состоянии бодрствования мозг будет генерировать какие-то активные волны, а в состоянии сна, когда ему нужно отдохнуть, он будет замолкать, и будет плоская картинка. Оказалось, тут уже прямо вроде как не очень хорошо в это дело сходится. Но техника росла, и, в общем, очень быстро после этого наблюдения Бергера появились первые регистрации импульсной активности, прямо сделанные от отдельных нейронов коры мозга. Это делается с помощью тонких микроэлектродов. Это тонкая проволочка, острая, как иголочка, изолированная, опускается прямо в кору мозга, подводится близко к нейрону, и можно регистрировать вот эти самые импульсные активности нейронов, то есть те сигналы, которыми нейроны обмениваются в процессе переработки информации и выполнения каких-то там своих вычислительных операций в коре. Так вот, оказалось, когда стали регистрировать в коре активность одиночных нейронов в цикле сон-бодрствования, то оказалась удивительная картина, что в среднем нейроны во время сна активированы больше, чем во время бодрствования. Вроде как, ну, совсем не подходит в гипотезу о том, что мозг отдыхает во время сна. Тут эту точку зрения быстро приняли. Сейчас уже никто не будет говорить о том, что сон – это отдых мозга. Понятно, что сон – это очень активная и напряженная работа мозга. Но вставал другой вопрос. А чем он, собственно, в это время занимается? В общем, довольно странная картина. Ничего из внешнего мира в мозг не поступает. Если мы возьмем нейроны зрительной коры, например, которые в состоянии бодрствования, мы можем показать нам кошке какой-то зрительный стимул, и нейроны зрительной коры взовьются и будут интенсивно разряжаться, так сказать, обрабатывая вот эту зрительную информацию, во время сна эти же самые нейроны ни на какие зрительные стимулы отвечать не будут. Проведение закрыто. А тем не менее, они продолжают активно работать и что-то там делать. И во всех остальных зонах мозга нейроны активируются. И что при этом получается, никому не понятно. И встал вопрос. А, собственно говоря, так сказать, сон – это отдых мозга? Скорее всего, нет. Вряд ли. А тогда что же это такое? И тут надо сказать, что сомнение в том, что сон – отдых мозга возникал у некоторых очень прозорливых людей даже еще до открытия энцефалограммы Бергера. И надо сказать, что вот из печатной литературы первая, кто усомнилась в том, что это так, была наша российская исследовательница Мария Моносейна. Которая первой провела самый прямой, самый замечательный, самый неопровержимый эксперимент, чтобы выяснить, каково же назначение сна. Логика этого эксперимента была чрезвычайно проста. И всем понятно. Если мы хотим узнать, зачем нужен сон, нужно взять и исключить это состояние из жизни животного и посмотреть, что с ним станет после этого. Ну вот мы и узнаем, зачем тогда нужен сон, если мы увидим, что происходит, если его нет. И она первая провела эксперименты. Эта методика сейчас называется методикой депривации сна. Она щенкам не давала спать. Это ужасно кропотливая работа, потому что я думаю, что у нее был какой-нибудь помощник или помощница, а может и не одна, это нужно круглые сутки, так сказать, сидеть рядом со зверюшкой и с ним играть, забавлять, трясти, толкать, но не давать ни в коем случае заснуть. Ну, результат этих экспериментов был довольно поразительный. Через несколько дней щенки подыхали. Ну, надо сказать, вот никто тогда не обратил внимания на эти результаты. Они были слишком преждевременные, так сказать, общие. И уровень понимания физиологии в то время был еще не готов к тому, чтобы воспринять этот результат. И о работах Моносейной благополучно забыли. И только сравнительно недавно, благодаря нашему, так сказать, патриарху сомнологии, профессору Ковальзону, который где-то нашел эту старую книжку Моносейной, и оттуда обнаружил, что вот такие эксперименты были сделаны, мы об этом узнали. Вторая попытка сделать эксперименты абсолютно такие же была предпринята, опять же, в Ленинграде в 30-х годах в Институте физиологии Павлова. Это была уже большая лаборатория Академика Быкова. Там было много исследователей, врачей. Они то же самое делали на собаках, но поскольку это уже была мощная физиологическая лаборатория, они регистрировали массу всяких висцеральных параметров, частоту пульса, температуру, значит, ну все, что тогда им позволяла техника регистрировать у этих собак, и они были все врачи, они не доводили дело до гибели собаки. Когда им становилось понятно, что если еще два часа, например, продолжить этот эксперимент, то собака заведомо погибнет, они прекращали этот эксперимент, они давали собаке спать, она тут же падала как мертвая, в течение двух суток спала непрерывно, потом просыпалась абсолютно бодрая и веселая, а до этого у нее было полное расстройство работы желудочно-кишечного тракта, она ела пищу и ее тут же рвало, а у нее вылезала шерсть. Это была совершенно страшная картина, то есть эти собаки за несколько дней лишения сна доходили до, так сказать, глубокого изнеможения, вот вплоть до того, что действительно было понятно, что еще один шаг и все. Ну, надо сказать, вот это были очень хорошие эксперименты, и опять никто на них не обратил внимания, они были забыты. И только уже в 90-х годах в лаборатории Алана Рехтшафена в США были поставлены эксперименты, на которые все-таки научное сообщество, изучающее ШСОН, уже не могло не обратить внимания. Эти эксперименты были поставлены на очень хорошем, уже современном, к тому времени уровне, с применением компьютера, который управлял этими экспериментами, и сделаны на крысах. Крыс было много, поэтому это был сразу очень статистически такой достоверный результат. Идея эксперимента была точно та же самая. Значит, крыси не давали спать и смотрели, что получится. Был очень остроумная методика придумана, которая позволяла сделать замечательный контроль. Я не буду рассказывать эти детали, но результат был точно тот же самый. Динамика процесса была та же. Первое, что начиналось у этих крыс, это расстройство работы желудочно-кишечного тракта. Потом начинали вылезать шерсть, появлялись язвы на коже. Потом через 5-6 дней вот такого полного лишения сна крысы погибали. У них получалась очень интересная картина, поскольку по ходу всего этого эксперимента они регистрировали электроэнцефалограмму и смотрели, что происходит в мозге у этой крысы, то наступал очень интересный момент. У нее вдруг электроэнцефалограмма вместо той активности, которую я вам показывал, превращалась в абсолютно плоскую линию. Исчезала полностью активность коры мозга. Крыса еще была жива. Она ходила, двигалась, энцефалограмма у нее исчезала. Это был уже шаг невозврата. Вот если на этом моменте дать крысе спать, она уже не засыпала и не могла восстановиться. Если остановить эксперимент до того, как с энцефалограммой происходила эта удивительная трансформация, крыса могла засыпать, и опять же через пару дней она становилась абсолютно здоровая, все язвы исчезали, и все было здорово. Ну, этих крыс, конечно, погибших вскрывали внутри, смотрели, что внутри происходит, и обнаружили, что это самые тяжелые поражения идут вдоль желудочно-кишечного тракта, язвы желудка, язвы кишечника. И в любой системе внутренних органов без всяких даже тонких и микроскопических исследований, а прямо невооруженным глазом были видны патологические изменения. Ну, удивительным образом, за исключением одного органа, у крыс, погибших от депривации сна, был один орган, в котором никаких патологических изменений обнаружено не было. Это был мозг. То есть как раз, так сказать, в противоположность тому, что все ожидали, что сон прежде всего нужен для мозга, оказывалось, что лишение сна мозгу-то, собственно, ничего плохого и не сделало. Он до последнего сохранялся цельненьким и нетронутым. И вот это, как мне кажется, составило ту самую, так сказать, главную загадку состояния сна. Это до этих экспериментов Рейхшафана и после них все внимание физиологов, исследующих сон, всегда обращено на карту. Все регистрируют энцефалограмму. Все смотрят, что происходит с проведением сигналов в кору или из коры. Все внимание в голове, все внимание в мозгах. Ну, неудивительно, потому что энцефалограмма так великолепно коррелирует с переходом от бодрствования ко сну и имеет такой специфический, абсолютно типичный для сна. Причем у всех животных мы можем взять самых разных зверюшек. И у них у всех картина вот этих медленных волн будет очень похожа. Они будут меняться по частоте немножко, так сказать, одни быстрее, другие медленнее. Но общая картина сохраняется одной и той же. И все исследования были сфокусированы на этом. А вот последствия лишения сна прежде всего проявляются в висцеральной сфере организма. И наиболее чувствительная система к самым малейшим нарушениям сна – это, оказывается, система желудочно-кишечного тракта, пищевоидная система. И вот было у меня явное ощущение, что до тех пор, пока мы не предложим, не придумаем какую-либо гипотезу, которая смогла бы свести эти две совершенно противоречивых, так сказать, стороны одного и того же явления, мы не приблизимся к пониманию, истинному пониманию назначения сна и его функции. И, так сказать, вот, собственно, это была наша работа. Мы пытались найти решение этого парадокса сна. Стало еще одно ясно. Стало ясно, что действительно в рамках тех подходов и тех представлений, которые сложились в физиологии на протяжении XX века, невозможно было, видимо, найти решение этой загадки, этого парадокса. Потому что физиология XX века строилась на исследовании бодрствующих животных. Все идеи об организации коры мозга, организации мозга, проведении сигналов из внешнего мира в разные корковые зоны получались именно в состоянии бодрствования. И было понятно, что если мы хотим понять назначение сна, нам не надо уж очень тщательно цепляться за привычные представления классической физиологии, а можно попробовать думать шире и думать по-другому. И тогда у нас... Что нам помогло? Помогло то, что я-то хоть и физиолог, и по образованию, но работал я в институте, как вы видели, проблем передачи информации. Это на две трети технический институт. Институт, занимающийся связью с разными проблемами коммуникации, компьютеров, организацией компьютеров. И там есть только... Есть биологический отдел, который занимается... Назван был передачей информации в живых системах. Но основа этого института была, конечно, техническо-инженерная. И мы, биологи, работающие в нем, все время были опущены, так сказать, в этот вот мир компьютерной техники, компьютерных идей и идеологий. И как раз, когда я только-только вот кончил институт и пришел в этот институт, стали появляться первое такое использование, такое явление, когда процессор компьютера один и тот же начали использовать для нескольких пользователей. И потому что раньше первый компьютер, как у него, вот он есть, к нему подведены сигналы от какого-то юзера, и вот он занимается обработкой этой информации, и все. Когда процессоры стали побыстрее, стало понятно, что задачки-то им посылаются медленно, а у них много свободного времени, и их можно было бы загрузить еще задачами. Тогда появилась вот эта техника, когда можно было один и тот же процессор поочередно использовать для разных задач. Было быстрое переключение. И вот эта идея натолкнула нас тогда на мысль, что, может быть, нечто подобное существует и в организации нашего мозга. И что кора мозга не является специализированным процессором. Что та зона, которую, например, мы называем зрительная кора, она зрительная, может быть, во время бодрствования, но вовсе не факт, что она останется зрительной во время сна. И что, может быть, не случайно мы переключаем, блокируем проведение зрительных сигналов в эти отделы мозга для того, чтобы вместо них подать на эти же самые нейроны, в эти же самые процессоры, теперь другую информацию для обработки. И тогда стала самая естественная и простая гипотеза. Да, во время сна в те же самые горковые зоны, на те же самые нейроны, которые в бодрости занимаются анализом сигналов из внешнего мира и от нашего тела, во время сна мы переключаем потоки сигналов, идущих от внутренних органов. И, собственно, сон – это то время, когда вся вычислительная мощь нашего мозга направлена на восстановление работоспособности нашего тела, всех висцеральных систем. Ну, когда такое мы сказали в первый раз, мы сказали, что за чувство, какое вы говорите, какие там проблемы у этих висцеральных систем, что там кишки, ну какие там сложности. Ну, варят они там что-то и варят, и что? Вот зрение – это проблема, а кишки – это ерунда. Ну, мы взяли и посмотрели простые анатомические данные. Значит, зрение. Откуда мы берем зрительную информацию? Это у нас есть палочки и колбочки, маленькие рецепторы, чувствительные к свету. Их у нас где-то там полтора-два миллиона на два глаза. От них действительно идет мощнейший поток зрительной информации. Мы по собственному опыту прекрасно знаем, насколько он важен и как он сложен, потому что, имея зрительные ощущения, мы пытаемся их моделировать, делать какие-то программы, которые бы могли заниматься узнаванием, анализом зрительных образов. Мы понимаем сложность этих задач. И исследуя животных, мы знаем, что примерно две трети поверхности коры мозга заняты именно зрительными зонами, разнообразными их порядку 20 у людей, которые включены в те или иные аспекты анализа зрительных сигналов. Ну вот когда мы посмотрели, а сколько рецепторов существует вдоль желудочно-кишечного тракта, а там тоже известно, что там тоже вдоль всей стенки кишечника и желудка у нас всюду стоят маленькие сенсоры. Это термосенсоры, хемосенсоры, механосенсоры. И когда их посчитали, то оказалось, что их больше, чем в обоих глазах у нас. То есть можно было заключить, что поток информации, в принципе, идущий только от одного желудочно-кишечного тракта, мы не будем говорить о сердце, дыхании, кровеносных сосудах, репродуктивной системе, почки, печени, это все дополнительно, это все еще сверху. То есть поток висцеральной информации огромен. И вдруг оказывается, что у него нет вообще представительства в коре мозга. Исследуя кору мозга, картируя ее у бодрствующих животных, было показано, что там нет висцеральных зон. Там только зоны, связанные с приходом сигналов из внешнего мира и от тела. А висцеральных там отделов нет. И получается вот такая картина. С одной стороны, у нас поток сигналов из внутренних органов огромен, а мозга для его анализа не существует. И казалось действительно очень логично, что не надо нам второй мозг, мы будем иметь один мозг, который будет в бодрости работать на внешний мир и поведение активное во внешнем мире. А во время сна, отключаясь от всех задач, так сказать, бодрствования, переключаться, и те же самые отделы мозга будут включаться теперь в обслуживание других задач на обслуживание наших внутренних органов. Идея была безумная и фантастическая, в которую, конечно, никто не верил, и никто даже не хотел ее обсуждать серьезно, когда мы ее предложили. Но у нас была возможность, она предлагала очень простую экспериментальную проверку. Вот в этом была прелесть этой гипотезы. Потому что вокруг сна наверчено было огромное количество разных теорий. И их прелесть была в том, что ни одну из них нельзя было проверить экспериментально. Вот поэтому они жили спокойно и, так сказать, размножались. Потому что никто не мог проверить, правильно это или нет. Но кто-то высказал какую-то идею. Ну что, может быть, да, а может и нет. Она ничего, в общем, не объясняла, но была объявлена как, значит, одна из теорий относительно функций мозга. Эта же идея была очень проста тем, что ее легко было экспериментально проверить. Ее легко было проверить нам. Потому что до того, как мы начали заниматься сном, мы изучали зрение, именно зрительную систему. Потому, так сказать, мы и знали ее организацию, сложности и конструкцию коры, занимающуюся анализом зрения. И эксперименты наши мы ставили, вот, на таких кошечках. Ну, вы видите, кошечка милая, совершенно с веселой мордочкой. Она действительно совершенно здоровая, нормальная кошка, которая, ну, она же живет в лаборатории, обычно там год, два, три, пять, сколько нужно. Ну, потом отправляется к нам на дачу, и там кончается, доживает свою жизнь на пенсии. Единственное, чем эта кошечка отличается от любой другой кошечки, что в какой-то момент под общим наркозом ей делается операция, и на голову имплантируется вот такая платформочка на череп, которая позволяет голову ее запереть в эту установку. И таким образом, голова у нее, как лыжный ботинок в лыжном креплении, можно также голову кошечки защелкнуть в этот станок. Она может шевелить лапами, она может садиться, ложиться, так сказать, у нее в этом смысле вся свобода сохраняется, но голова зафиксирована, сверху ставятся разные приборы, манипуляторы, микроэлектроды, усилители, и можно погружать в разные отделы мозга электроды во время этого эксперимента. Когда мы занимались зрением, мы обычно погружали микроэлектроды в зрительную карту, отводили активно, ловили нейрон, нейрон начинал разряжаться вот этими импульсами, потом мы находили, где есть поле, в каком поле зрения, с каким полем зрения кошки этот нейрон связан, там предъявляли какие-то зрительные стимулы, смотрели свойства этого нейрона, что он любит, на что он отвечает, на что не отвечает, но такая была классическая зрительная работа. И беда наша была та, что в таких условиях кошка готова была смотреть на наши дурацкие, скучные зрительные стимулы, но не больше двух часов. Потом эта страшная доедала, она начинала закрывать глаза и стремилась заснуть. А заснуть она стремилась, потому что это было очень удобно. Когда у нее голова была фиксирована, ей не нужно было напрягать мышцы, чтобы поддерживать позу. И это получалось, что имитация ситуации, когда мы сидим в кресле с подголовником, так расслаблено и хорошо. И как только кошка понимала, что можно замечательно спать в этой установке, была большая проблема ее разбудить для зрительных экспериментов. И вот мы тогда поняли, что это же прямо находка, а зачем нам ее будить? Вот мы, пока мы регистрируем нейрону бодрой кошки, мы будем заниматься зрением. Как она заснула, мы переключимся на исследование сна, и все будет очень удобно. Ну, как исследовать сон? Ну, мы взяли и вкололи ей в брюшко обычными иголочками, как и укол делают, значит, стимулирующие электроды, которые где-то там зацепились в зоне кишечника. И тогда мы получили возможность при желании электрическим током стимулировать ее кишечник. И дальше идея была такая. Ловим зрительный нейрон, смотрим, что он зрительный, ждем, когда кошка заснула, и стимулируем кишечник. И думаю, а вдруг нам в жизни повезет, и окажется, что зрительный нейрон начнет реагировать на стимуляцию кишечника. Ну, и как обычно, конечно, всегда бывает, что в первом эксперименте действительно везет, и в первом эксперименте все получается как надо. Но в отличие от этого правила, надо сказать, что, видимо, мы попали в такое правильное место, что и во втором, и в третьем, и в четвертом оно все равно все везло. И вот на протяжении 20 лет, куда бы мы ни сунулись с этой идеологией, этой теорией делать эксперименты, всегда самые нелепые предсказания из этой теории, которые кажутся нелепыми всем вокруг, ее подтверждают. Это, в общем, немножко даже пугает. Так вот, верхняя запись, это вот где стрелочка показана, в этом месте мы перед мордой кошки двигаем, например, рукой или палочкой какой-нибудь. И вот так нейроны зрительной коры, вот эти вот каждый импульс отдельный, короткий, высокий, это ответ реакции нейрона коры на появление в поле зрения зрительного стимула. Теперь кошка заснула. Если мы будем давать ей зрительный стимул, уже никаких ответов тут не будет, даже если мы оставим ей открытые глаза при этом. И вот теперь во время хорошего сна мы наносим электрический стимул по кишечнику. И вы видите, реакция нейронов зрительной коры оказывается еще мощнее на стимуляцию кишечника, чем даже на зрительную стимуляцию в этом эксперименте. Ну, мы дальше повторяли это уже в более таких организованных и наукообразных экспериментах, где регистрировалась несуммарная активность многих нейронов, одиночные клеточки. И вот тут можно видеть такую же вещь. Вот это стимуляция кишечника. И вот этот вот черный горб говорит о том, что вот эта каждая строчка здесь это отдельная стимуляция, а каждая точка это импульс нейрона. И вот видно, что после стимуляции тут было 9 стимуляций, нейрон всегда активировался. И это суммарная гистограмма говорит о том, что нейрон хорошо отвечал на эту стимуляцию. Но теперь мы будим кошку и продолжаем такую же стимуляцию кишечника. И вы видите, вот кошка проснулась, и эти активации нейронов тут же исчезли. То есть это переключение происходит мгновенно. Это требуется секунды-две. Несколько раз, когда кошка была очень сонливой и очень хотела спать, и когда мы ее будили, можно было получить такой очень короткий миг времени, когда нейрон уже отвечал на зрение и еще отвечал на стимуляцию кишечника. Но это очень неустойчивое состояние. И дальше она переходила всегда или в сон дальше, или в настоящее бодрствование. И оставалась только одна картинка. Ну, то же самое, но не в зрительной каре, а в каре самоотсенсорной, где нейроны нормально в бодрствовании отвечали на стимуляцию ее передней лапки, тоже во время сна, вот на стимуляцию кишечника нейрон давал ответ, и в состоянии бодрствия этот ответ исчезал. Обезьянки. Когда мы сделали эксперимент на кошках, ну, конечно, результат есть. Никуда не денешься, его надо признавать. Тогда можно сказать, ну, кошки. Ну, кошки, кошки же не люди. Ну, может быть, у них случайно такая странность есть в конструкции. А вот уж у людей-то и у там обезьян точно нет. Подвернулись нам обезьяны. Была возможность. Тогда у меня как раз я уехал работать на обезьянах. Работал тоже по зрению, на зрительной коре. Но, опять же, обезьяна тоже засыпала периодически. И на ней были сделаны похожие эксперименты, но уже, я вам покажу сейчас, не одиночные нейроны, регистрацию нейронов, а вызванные потенциалы коры. Это вот эта стимуляция кишечника у обезьяны. И в ответ на эту стимуляцию в зрительной коре регистрируется такой вот вызванный ответ, который является ответом суммарной большой группы нейронов. И вот теперь мы, когда будем обезьяну, такая же стимуляция не вызывает уже в этой зоне коры никакого ответа. Вот вторая обезьяна, у нее немножко другая форма этого ответа, но также в бодрствовании реакция прекращается. Люди, оппоненты, начали думать, ну да, плохо дело, но надо придумать, как-то надо выкручиваться, надо придумать, что это все ерунда. И тогда придумали такое объяснение, ну вы же током стимулируете кишечник, это же не нормальная, это искусственная стимуляция. И то, что вы видите, это какие-то, в общем, не специфические искусственные ответы, это же не реальная активность нервной системы и животного. Ну, странное, дикое возражение, но я тоже не люблю, честно говоря, электростимуляцию, мне всегда хотелось тоже перейти к естественной работе. Желудочно-кишечного тракта. И тут нам очень помогли наши коллеги из Института физиологии в Ленинграде. Профессор Багаев, который занимался как раз Желудочно-кишечным трактом, приехал к нам в Москву, прооперировал наших кошек и имплантировал, во-первых, стимулирующие, регистрирующие электроды в стенку кишечника, в стенку желудка. И мы поставили фистулу желудка. Через фистулу желудка можно было в желудок прямо вводить легко и просто разные вещества. И тогда мы уже имели возможность не проводить никакую искусственную стимуляцию, а просто регистрировать естественную активность кишечника, естественную активность желудка и сравнивать ее с активностью нейронов коры. А, ой, а я эту картинку и не рассказал, как раз забыл. Вот тут один из таких экспериментов. Сверху – это так называемые мигрирующие миоэлектрические комплексы голодного желудка. Это вот когда у нас пустой желудок и у нас начинают желудки бурчать, вот это вот как раз у нас в желудке развивается вот такая вот миоэлектрическая активность. Это мощное сокращение желудочной мышцы, когда желудок пустой. Но мы надеялись, что если действительно в желудке происходит мощное сокращение, в мозг пойдут сигналы, которые отразятся как-то на суммарной электроэнцефалограмме. Ну, тут я скажу, значит, вернусь немножко назад. Когда мы получили подтверждение вот этих первой нашей гипотезы, то стало понятно, что объяснилась вот эта медноволновая активность спящего мозга. Это просто отражение ритмической перистальтической активности желудочно-кишечного тракта. Поскольку все зверюшки эту карту у нас имеют перистальтику желудка и кишечника, то у всех эта ритмическая активность там отражается. Не непосредственно. Там получается довольно интересная трансформация на дороге. И не только желудочно-кишечного тракта, конечно, а и всех ритмически работающих органов. У нас еще есть ритмическое дыхание, ритмическое сердце. И вот интерференция этих всех ритмически работающих органов, проецируемая на кору мозга, дает нам вот эту медноволновую активность, которую мы регистрируем во время сна. И вот здесь, внизу, это другая форма представления обычной электроэнцефалограммы, но представлена в виде спектрограммы. Значит, я не буду объяснять, как она получается, это не так важно, но я думаю, что вы можете тут легко заметить, что каждый раз, когда наблюдается такой вот этот мигрирующий комплекс в желудке, тут появляются такие синие полосы под каждой полосочкой. Эти синие полосы – это резкое и кратковременное изменение характера электроэнцефалограммы, снимаемой с коры мозга. Вот. То есть этот вот эксперимент прямо показывал, что уже без всякой электрической стимуляции самая естественная кишечная активность очень хорошо во время сна отражается в деятельности электроэнцефалограммы. Более сложные эксперименты были сделаны уже с 12-перстной кишкой. Это я люблю показывать, чтобы люди немножко поняли, насколько сложна кишка и не относились к своему кишечнику и желудку, как какой-то простенькой, ненужной и не стоящей внимания структуре. Это электрическая активность, регистрируемая из стенки кишечника. Если мы сделаем ее спектральный анализ, вот ее спектр, он ничуть не менее богат, чем спектр электроэнцефалограммы. То есть мы еще более того же мы знаем, что вдоль всего кишечника в стенках идет нервная ткань. И, собственно, в кишечнике у нас есть второй мозг, довольно большой. Он, ну, по количеству нейронов, он, конечно, не сравним с корой. Тут он меньше. Но это мощное нервное сплетение, которое идет через весь желудок и кишечник, которое обеспечивает работоспособность желудочно-кишечного тракта, пока мы не спим. Некоторое время оно может работать автономно, используя свой собственный компьютер, который у них есть на месте. Но, к сожалению, не очень долго, потому что этот компьютер желудочно-кишечного тракта не имеет информации ни о каких других системах нашего тела. Он знает только то, что происходит здесь. Такая же система есть у нас и в легких, и в почках, и в печени. Там есть тоже локальные процессоры, которые обеспечивают работу этих органов в состоянии бодрствования. Но они не могут делать интегративные работы. И так, когда нам надо передать определенное вещество, всасываемое из кишечника в кровяное русло, в определенное место тела, где это вещество нужно в данный момент для исправления какой-то ошибки или для заживления ткани, или для осуществления иммунного ответа, и так далее, без координирующего мозга, который может знать все про наше тело, эту задачу решить невозможно. Ну и вот интересный очень результат был получен, когда мы анализировали активность двенадцатиперстной кашки. Я не буду вдаваться в глубокие детали, но оказалось, что мы нашли нейроны в зрительной коре, которые были уже очень избирательно настроены. Вот если вы тут видите, тут есть ритм вот такой вот гладенький, а есть с такими импульсами. Это два разных режима работы двенадцатиперстной кишки. И вот оказалось, что в коре мозга есть нейроны. Одни, которые связаны во время сна с активностью только вот этих ритмов, но не реагируют на вот эти. Другие нейроны коры, наоборот, избирательные к активности волн без спайк-потенциалов, но не реагируют на волны со спайк-потенциалами. То есть в этом смысле во время сна нейроны коры проявляли такую же замечательную избирательность к приходящей афферентации, приходящим импульсам, как эти же самые нейроны в бодрости проявляют избирательность к определенным типам зрительных стимулов. То есть картина получалась совершенно одинаковая. Что кора делает в бодрости, она то же самое делает и во время сна. Видимо, те же самые алгоритмы работают в коре, и, скорее всего, нейроны коры просто не знают, что сейчас бодрствование или сон. Что им прислали на вход, они делают обработку и посылают на выход. И не их забота сказать, что сейчас сон или бодрость. Они посчитали и ответ послали. А уже другая система должна знать, от кого пришло и кому переслать. Такая система тоже есть. Вот. Ну, это практически то же самое. Пропустим. На кроликах был большой цикл экспериментов, очень важных и интересных. В детали я вдаваться не буду. Оказалось, что висцеральные вот эти вызванные ответы – это очень сложные ответы. многокомпонентные. И они встречаются по ходу сна в разные моменты. Разные компоненты встречаются в разные моменты времени. То есть это безумно сложная, так сказать, вычислительная работа, которая осуществляется во время сна нашей корой мозга, анализируя и восстанавливая работоспособность нашего тела. Но не только желудочно-кишечный тракт, естественно, задействован в этом деле. Вот это дыхание. Это нейроны зрительной коры, опять же, моей любимой. Это локальная энцефалограмма, регистрируемая зрительной коры. А это дыхание во время сна. Ну, тоже не надо никакой хитрой обработки, чтобы увидеть, что они очень неплохо совпадают. Сердце. Оказалось, тоже довольно просто регистрировать кардиограмму, использовать сигнал одиночного сокращения для того, чтобы делать такую операцию, как усреднение электроэнцефалограммы. И, так сказать, в результате этой обработки удается найти тоже замечательные вызванные потенциалы в ответ на сердечное сокращение. Когда мы написали специальную программу, которая позволяла нам маркировать те сокращения сердца, которые были связаны с появлением этих вызванных потенциалов, вот тут эти полосочки стоят, легко увидеть, что там, где появляются высокоамплитудные волны энцефалограммы, там сгущаются ответы на сердце. То есть, опять же, видно, что сигналы на сердце в кору идут тоже в состоянии медленного сна. Ну, я все говорю про медленный сон, а что-нибудь про быстрый сон. Тоже интересная вещь. С быстрым сном было связано в свое время гораздо больше легенд, потому что, если вы читали какую-нибудь там популярную литературу, то там долгое время существовала такая легенда, что именно быстрый сон за то, что во время быстрого сна бывает движение глаз, связан как раз это то время, когда мы видим сновидение. Откуда эта легенда появилась, легко себе представить. Действительно, как только люди увидели, что во время сна почему-то двигаются глаза, ну, можно было сразу связать это с тем, что вот во время сна таким образом, значит, разглядываются сновидения. Ну, нелепость этой идеи для людей, занимающихся зрением, она сразу очевидна, потому что движения глаз нужны в бодрости для того, чтобы переводить зону высокого разрешения нашего глаза в зону интереса. Когда явно во время сна мы видим сновидение, эта картинка является нам не из глаза, и не из внешнего мира, а из памяти. И поэтому никакой необходимости переводить взор куда бы то ни было нету, потому что при этом ничего не изменится. Более того, когда проанализировали характер движения глаз во время быстрого сна, оказалось, что с помощью таких движений глаз вообще видеть ничего нельзя даже в бодрствовании. Потому что, во-первых, оба глаза не координированы. Один может двигаться, другой стоять. Один может прыгать вправо, другой влево. То есть это явный какой-то шум, так сказать, который идет, скорее всего, из глазодвигательных центров мозга, которые в это время заняты обработкой сигналов из внутреннего мира висцеральных, а их выход на глаза не блокирован. Тут можно сказать, что когда моторная кора во время сна включается в работу с висцеральными сигналами, выход из моторной коры на мышцы тела блокирован специальным блокирующим устройством. Есть целая система у нас, нейронная система, которая блокирует проведение сигналов из коры на мышцы тела. Потому что мы имеем атонию, мышцы расслаблены, и руки-ноги не дергаются в условиях нормы. А глаза круглые, и когда глаза крутятся, это никому не мешает. И для экономии средств не стали ставить блокировку на эти выходы, потому что крутятся глаза, не крутятся, ну а чего? Ну пусть крутятся. Таким образом, вот эта сторона дела, конечно... Потом было показано, что и в медленном сне можно видеть сновидение так же прекрасно, как и в быстром. Но легенда живет до сих пор. И вы, я думаю, если будете ходить на лекции по сну, которые будут читать другие сомнологи, они вам будут говорить, что вот быстрый сон – это то время, когда мы видим сновидение. Но вы можете им не верить. Но, тем не менее, в общем, интересно, что такое быстрый сон. У быстрого сна была известна одна интересная черта. Во время быстрого сна возникает тета-активность, определенной частоты ритм в такой структуре, как гиппокамп. И вот мы опустились в эту структуру гиппокамп. Вот это локальная энцефалограмма гиппокампа, а вот это сердечная активность. Вот это вот тот самый тета-ритм гиппокампа. И вы видите, как в определенные периоды, я не хочу сказать, что это во время всего состояния быстрого сна, но есть определенные периоды быстрого сна, когда тета-ритм абсолютно один в один коррелирует с активностью сердца. И тут даже видно, что во время быстрого сна ритм сердца очень непостоянен. И бывают длинные интервалы между сердечными сокращениями, как, например, вот здесь. И вы видите, что в это же время раздвинулись и волны в гиппокампе. Что мы еще можем сказать про быстрый сон? Это вот энцефалограмма сна. Это медленный сон, где высокая амплитудная активность. Вот это интервалы, короткие интервалы включения быстрого сна у кошки. А это частота сердечных сокращений. Когда линия отклоняется вверх, это учащается сердце. Когда линия уходит вниз, замедляется. И вы видите, что во все периоды быстрого сна идет резкое снижение средней частоты сердечной импульсации. Если мы нарисуем такие вот гистограммы, так называемые, здесь длительность сердечных интервалов, а высота столбика показывает, сколько на исследуемом куске времени таких интервалов было. По ним можно сказать, что вот средняя частота, вот она где-то где максимум, в бодрствовании повыше, в медленном сне это сдвигается поправее, в быстром сне это сдвигается еще правее. Но что самое интересное, что в быстром сне, вот мы видим, тут вот появляется какой-то хвостик. И если мы теперь вот эту шкалу из линейной переделаем в логарифмическую, то мы увидим ярче вот этот вот удивительный хвост, который появляется только в фазу быстрого сна. А это что значит? Это значит, что появляются сердечные интервалы между сердечными сокращениями более чем в два раза превышающие среднее. А что это значит? Это значит, что просто во время быстрого сна сердце останавливается периодически. И вот когда вы видите биение сердца кошки, сердце бьет, в том раз, остановка, пауза, потом она опять забилась. Параллельно с этим в быстром сне прекращается дыхание. Ритмы восстановятся очень неравномерные, амплитуда ничтожна, воздушный поток очень низкий. Резко снижается температура тела. Температура мозга остается такой же. И из этого можно сделать очень простенькую спекуляцию. Значит, что происходит? Нам нужно заниматься восстановлением работоспособности сердца. Надо тестировать коронарные сосуды, чтобы там не наросли тромбы. Но когда машина работает, ее же невозможно чинить. Поэтому нужно машину хотя бы на немножко остановить. И вот в период быстрого сна специально снижается температура тела, прекращается дыхание, останавливается максимальный метаболизм, для того, чтобы иметь возможность остановить сердце. И пока оно остановлено, провести все вот эти ремонтные работы, которые в это время там необходимы для его поддержания работоспособности. И когда вот это мы придумали, то возникла у нас такая версия, что, собственно, отличие быстрого сна от медленного состоит только в том, что во время медленного сна мозг обрабатывает сигналы, поступающие от органов, имеющих выраженную ритмичность. Поэтому мы видим волны. В фазу быстрого сна в мозг поступают сигналы от структур, не имеющих ритмической активности. Вот это и наоборот. В фазу быстрого сна мозг занимается управлением процессов, которые в это время должны происходить в разных висцеральных системах. А органы, которые не имеют ритмичности, это почки, печень, репродуктивная система и сам мозг. Это тоже очень важная вещь, потому что нельзя забывать, что мозг – это тоже висцеральный орган, который тоже нужно обслуживать, его нужно ремонтировать, обеспечивать иммунно от инфекции и кормить, поить, чтобы он хорошо работал. И именно поэтому после сна мозг работает лучше, потому что если нам не давать ему спать, он тоже недоволен. Но в отличие от других органов мозг, видимо, устроен так хитро, что он может кусочно погружаться в сон, при том, что пока животное остается еще бодрое. Это тоже очень интересное явление локального сна, но это отдельная сказка, я сегодня уже про нее вам говорить ничего не буду. Ну и теперь, подходя уже к концу, поскольку я не знаю, сколько мы уже ужасно долго разговариваем, а, целый час уже, да, я покажу вот эту схемку. Это как в свете вот этой висцеральной теории сна представляется сейчас проведение сигналов в нашем теле, в нервной системе и, собственно, в нашем теле. Вот левая сторона – это состояние бодрствования у нас. У нас сигналы из окружающей среды или от рецепторов нашего тела поступают в кору мозга для анализа. Вот это устройство, которое я тут нарисовал в виде зеленой полосочки, это вот то самое перекрывающее устройство, которое может закрыть проведение или открыть проведение. Оно локализовано в такой структуре таламус, которая есть под корковый центр. А вот эта стрелочка – это управляющий сигнал, который может по сигналу, приходящему в эту структуру, эту переключалочку можно открыть или повернуть поперек и закрыть проведение. В бодрости проведения открыто, в коре мозга происходит анализ поступающей информации, и дальше результат анализа поступает в два блока, которые не находятся в коре. Это блок, связанный с нашим сознанием, собственно, с ощущениями, которые мы имеем в состоянии бодрствования, зрительными, слуховыми и прочими ощущениями собственного тела, и в блоке, обеспечивающем двигательную активность и поведение. Вот надо сказать, что уже вот это, такая картинка, воспринимается в современной физиологии как высшая ересь. И я еще застал то время, когда, предложив такую идею одному ученому в Институте физиологии Павлова, это было все-таки давно, это были 70-е годы, когда я ему сказал, что ведь, может быть, высшие функции сознания не локализованы в коре, он сказал, пошел закрыл дверь. Вот, это действительно было время, когда такое высказать было страшно. Сейчас уже можно дверь не закрывать, но я хочу сказать, что именно эксперименты по сну дали первые и самые сильные и, по-моему, неопровержимые доказательства экспериментальные того, что это именно так. Потому что, я вам уже говорил, кора мозга работает и в бодрствовании, и во сне, нейроны активны одинаково. Сознание, мы знаем, работает в бодрствовании и отключается во сне. Если мы будем стоять на такой, в общем-то, полно достаточно бесспорной позиции, что наше сознание, наше ощущение и восприятие связаны с активностью нейронов там или где бы то ни было, то значит, надо ожидать, что там, где у нас реализуется сознание, нейроны должны быть активны в бодрствовании и должны замолкать во сне. А если нейроны у нас одинаково работают и во сне, и в бодрости, то это место не годится на субстрат сознания. Ну вот, мы показали электрофизиологически, что кора не годится. Мы показали электрофизиологически, что есть в мозге такие структуры, это структуры базальных ганглиев, так называемые, где нейроны ведутся именно таким образом. Они активированы очень в бодрствовании, во время поведения. Они связаны с очень сложными и в том числе мыслительными актами. Именно эти структуры являются исключительно ассоциативными в том смысле, что они получают сигналы от всех корковых зон из обоих полушарий. А надо сказать, что в карета еще есть одно удивительное дело. Там нету структур, которые бы получали входы от разных сенсорных модальностей, так называемых. Если зрительная зона, она зрительная, слуховая, она слуховая. Сама сенсорная, она сама сенсорная. А вот такого места, где бы собралась эта информация от разных чувств вместе, в коре оказалось, что нету. Одно время был такой термин ассоциативная кора, но тоже оказался историческим недоразумением. А вот структуры базальных ганглиев – это прямо анатомически структура, которая осуществляет вот эту ассоциативную функцию, собирает сигналы от всех корковых зон в одно место для анализа. С этой же логикой проводили эксперимент в одной американской группе, используя метод позитронно-эмиссионного картирования мозга, который позволяет выявить те структуры мозга, которые активируются в тот или иной момент. И у них логика была тоже самая. Посмотрим, где находятся те структуры, которые активны в бодрости и молчат во сне. А вот там может быть сознание. Они тоже посмотрели, сразу же увидели – кора не годится, она всегда одинаково хорошо, активна и в бодрости, и во сне. А вот структуры базальных ганглиев очень замечательно ведут себя как раз так, как надо. Они действительно активны в бодрости, молчат во сне. Так что вот хоть это и представляется странным и непривычным, мы привыкли связывать с корой всё самое главное, самое важное и самое ценное. Но это не значит, что кора глупая, ненужная. И как раз наоборот. Кора безумно сложная. И всё самые сложные вычисления делаются там. Но они не доходят до нашего сознания. Потому что наше сознание исключительно чахлое и со сложными операциями работать не умеет. Оно может работать только с примитивными и простенькими вещами. Поэтому всё самое сложное кора делает без учёта сознания. А потом уже, когда всё сделано, она результат отправляет нам в сознание. И тогда мы уже оперируем образами, которые, собственно, уже вся основная работа сделана. А там остаётся только что-то додумать. Но если сравнить, что мы додумываем нашим сознанием, по сравнению с тем, что делает кора бессознательно, то становится понятно, что сознанием нашим гордиться совсем не надо. Вот. А правая сторона этой картинки – это наше тело. Сигналы от внутренних органов в бодрствовании анализируются на уровне автономной нервной системы. Это, собственно, то, что сейчас общепризнано. Она так и называется – автономная нервная система. Она работает автономно, без связи с центральной нервной системой или корой. И вот по этому кругу ведёт управление внутренними органами. Вот этот вентиль симметричный этому, он во время бодрствования перекрыт. Соответственно, из коры мозга выход идёт тоже только сюда, а выход на некую ассоциативную висцеральную регуляцию, он тоже закрыт. И эта сторона работает на самообслуживание. А вот во время сна картинка резко меняется. Перекрываются эти входы и выходы. А наоборот, в те же самые процессоры нашей коры, в те же самые зоны, начинают поступать сигналы от внутренних органов, анализируются и посылаются уже в блок некоторой ассоциативной висцеральной регуляции. Идея эта возникла недавно, поэтому сказать вам, где это и что это за блок, я пока не могу. Скорее всего, это такая структура, которая называется гипоталамус. По всем её свойствам она очень для этого подходит. Но нужно поставить несколько прямых экспериментов, которые бы показали, что именно гипоталамус является структурой, симметричной базальным ганглием. Что нейроны здесь активируются во время сна и, в общем, малоактивны в состоянии бодрствования. Ну, это надо сделать. Ну, я не знаю, если я ещё проживу какое-то время, я надеюсь, что я, может быть, даже и успею и сам это сделать. Ну, вот эта система открыла совершенно новую для физиологии и важную вещь, что у нас есть структура коры, где может быть смешение двух информационных потоков из внешнего мира и из нашего внутреннего мира. Всё идеально, когда эти переключатели работают синхронно. И одновременно одни закрыли, другие открылись. Тогда это будет работать как часы, организм будет здоровенький и никаких проблем с ним не будет. Но мы знаем конструкцию этих переключателей. Они описаны в физиологии, это не фантазия, они-то хорошо известны, что они есть. Это химические синапсы, химические устройства, работающие вот на специальных так называемых трансмиттерах, медиаторах, которые надо синтезировать. И если вдруг в пище нехватка какого-то вещества, то в том или ином месте может оказаться, что нет возможности синтезировать должное количество этих трансмиттеров. И передача оказывается плохой. И в какой-то момент может оказаться, что что-то здесь закрылось, а вот тут оно, соответственно, в этот момент не открылось. А ещё хуже, когда тут открылось и здесь открылось. И мы одновременно можем иметь теоретически смешение вот этих потоков. И вот когда у нас начинается смешение потоков, у нас открывается прекрасное поле для самой разнообразной патологии сна и нейро- и психопатологии. И интересно оказалось, что даже вот такая простенькая схема легко показывает возникновение большинства патологических состояний, связанных с циклом сон-бодрствования. Ну, первое, да, я это называю первое патологическое состояние, состояние сна – это сновидение. Действительно, ну, совершенно определённо, что никакого смысла в этом состоянии нет. А причина его становится очень понятна и очень проста. Если в состоянии сна почему-либо не закрылся вот этот вот выход на сознание, а остался чуть-чуть приокрыт, то сигналы, поступающие от внутренних органов во время сна, пойдут не только в регуляцию этих внутренних органов, но параллельно выскочат в блок, связанный с сознанием. А этот блок не знает, что туда поступает. Туда поступают электрические импульсы, которые и в бодрствовании, и во сне абсолютно одинаковые. Туда пришло что-то, нейрон возбудился. А возбудился какой нейрон? В системе сознания все нейроны связаны с определёнными зрительными образами, не только зрительными, слуховыми, тактильными, сформированными в бодрствовании. Поэтому во время сна у нас вспыхивает то, что легче всего может вспыхнуть. Хорошо известно, что у нейронов есть такое свойство, называется оно длительная потенциация. Известно, что если какой-то нейрон мы стимулировали, то у него снижаются пороги. И теперь, если к нему пришёл новый входной сигнал, то если он был возбуждён раньше, он раньше других вспыхнет и начнёт выдавать на выход свою активацию. Так вот теперь, если в течение дня нас что-то очень волновало, и в системе сознания у нас есть группы нейронов, которые очень возбуждённые были в состоянии бодрствования, нас волновало, что-то из-за дела, то теперь любой сигнал, поступающий из висцеральной системы, который будет на самом деле просто шумом в данном случае, он возбудит эти нейроны, потому что у них очень снижены пороги. Нормально, если бы это было перекрыто. Ничего страшного, они бы там успокоились за ночь и затихли. Но если этот блок не перекрыт, опять же, из-за того, что... Вот тут надо, так сказать, отдельный рассказ, это вот что поступает в качестве этих управляющих сигналов, но как раз если мы чем-то были очень эмоционально, надо сказать, взволнованы, то вот эти вот управляющие сигналы начинают плохо работать. И очень вероятно, что выход на сознание может остаться открытым. И тогда в подтверждение наблюдений, которые давно-давно сделал Зигманд Фрейд, пришедшая висцеральная афферентация будет возбуждать у нас в сновидениях те образы, которые больше всего нас волновали в непосредственно предыдущий день, два или жизнь. Потому что некоторые могут быть такие очаги возбуждения, которые там сидят на протяжении годов и месяцов, и достаточно, так сказать, чиркнуть спичку, и они вспыхнут. Но система сознания, она интересна еще не только тем, что там находятся эти образы, но в ней сформируются ассоциативные связи. И достаточно вспыхнуть одному образу, что он по ассоциативной цепочке внутри себя начнет сам жить и подсхватывать другие образы в свою катушку, в свою сферу, но потом затихать, а в этот момент из висцеральной сферы придет другой сигнал сильный, который уже в этот раз возбудит другой какой-то образ. И тот погаснет, вспыхнет другая система. Но поскольку надо выдерживать в сознании логику, там найдется быстренько какая-нибудь связочка, которая логически свяжет эти две бессмысленных вещи в некоторый хорошо организованный сон. Так что механизм сновидений, в общем, становится совершенно понятным, но требует признания того, что сознание у нас находится не здесь, а в стороне, что у него есть специальный выход, который может открываться, и по всяким бессмысленным сигналам это сознание может во время сна активироваться. Ну, сновидение – это определенно есть патология сна, потому что хороший глубокий сон, он без сновидений. Но до поры до времени очень безобидная патология, потому что если они переходят уже в ночные кошмары, патология становится серьезной, и с ней уже надо бороться, и тогда надо искать путь, как починить вот этот выключатель все-таки, чтобы он закрывался правильно. Другая ситуация. Я думаю, что, ну вот, смотря сколько у нас тут аудитория, наверное, определенно могут найтись несколько человек, которые испытывали когда-либо то, что называется просолнечная галлюцинация. Считается, что каждый человек в своей жизни когда-нибудь нечто подобное видел. Когда мы ложимся спать, но если у нас какой-то свет в комнате еще существует, и не абсолютная темнота, то могут вдруг побежать огромные тараканы по стене, или, так сказать, кто-то такой по потолку, или что-то такое. Ну, обычная галлюцинация такая типичная. Обычно она бывает движущая, если связана с движением какого-то объекта. Ну, и если включить свет, она тут же стирается, естественно, потому что сигналы эти не яркие. Но эта галлюцинация накладывается на все еще сохраняющееся наше восприятие окружающей среды. Поэтому это, в отличие от сновидения, у нас уже идет тогда, когда у нас нет никакой связи с внешним миром. Про солнечные галлюцинации тут еще сохраняется проведение из внешнего мира, сохраняется в возможности двигаться и, так сказать, пойти там, если хочется включить свет или посмотреть, кто это там такой забавный ползет по стене. В более простом варианте они часто проявляются после бессонной ночи, как движение, например, ну вот я, когда мы работали, был период, когда мы работали с обезьянами, надо было работать, у нас было всего два человека, у нас эксперимент шел круглые сутки, целую неделю. И поэтому мы были очень недоспанные. И вот когда ты потом идешь по коридору, ты вдруг чувствуешь, что коридор начинает волнами вот так вот ходить перед тобой. Вот я думаю, что те, кто испытывали, в общем, ситуацию такого сильного давления сна, наверное, могут вспомнить, что они видели это. Часто можно увидеть, что вдруг лампа на столе стала корежиться, менять свою форму. Вот эти двигательные галлюцинации очень легко объясняются, почему они связаны с движением. Но это касается уже немножко другого вопроса. Я не буду туда сейчас усугубляться. Это все видели и все это знают. А вот то, что называется висцеральная галлюцинация, это то, что никто не видел и никто про это не знает. И это исключительно предсказание вот этой висцеральной теории сна. Вы уже почувствовали, что вот на самой первой картинке, которую я показывал, ситуация сна и бодрствования очень симметричны. И это во время сна нам не дано в ощущениях чувствовать. Вот аналога сознания вот этого у нас нет для висцеральных входов. Поэтому мы не чувствуем ничего из нашего внутреннего мира. Мы не чувствуем ни кишок, ни сердца, ни легких. Вот, так сказать, это не дано нам ощущать. Поэтому мы не можем ощущать висцеральные галлюцинации. Но по аналогии со зрительными просолнечными галлюцинациями мы можем предсказать, что они есть, и они могут быть очень опасной штукой. А когда они могут возникнуть? Они могут возникнуть тогда, когда в результате повышенной сонливости у нас открываются, уже начинает открываться связь висцеральных систем и системы ассоциативной висцеральной регуляции с корой мозга, но ещё остаётся открытый и вход из внешнего мира. И тогда сигналы внешнего мира будут забрасываться в эту цепь и будут восприниматься как управляющие сигналы, которые должны управлять восстановлением нашего внутреннего мира. Но совершенно понятно, когда абсолютно бессмысленные сигналы будут брать на себя управление нашими внутренними органами, то ничего хорошего от этого ожидать нельзя. Это, скорее всего, тот самый механизм, по которому при нескольких бессонных ночах у студентов при подготовке к экзаменам возникают язвы желудка. Вот это прямо самая типичная висцеральная галлюцинация, когда они не могут спать, они возбуждены, у них мощный поток сигналов идёт из внешнего мира, они там что-то читают, что-то слушают, и эти сигналы начинают управлять их желудочно-кишечным трактом. И тут же делают там дырку, потому что желудочно-кишечный тракт это зона особой опасности, там безумно сложные условия существования, дикая кислотность, которая может проесть всё на свете. И поэтому, конечно, вот это очень важная вещь. Вот этот же самый механизм висцеральной галлюцинации, это укачивание в машине, космическая болезнь движений, вот все эти явления, это всё игра, конечно, вот именно того, что у нас может быть смешение потоков, идущих от внутренних органов и внешнего мира, в системе регуляции внутренними функциями. Несколько других забавных ситуаций, связанных со сном. Ну, например, сомнамбулизм. Это на самом деле состояние бодрствования. Вы, наверное, знаете все, что это такое. Это когда вдруг во время ночи человек просыпается, встаёт, одевается, уходит из комнаты и отправляется путешествовать. В самые разные места. И может, иногда ограничивается соседней комнатой, иногда может выйти на улицу, иногда может уехать в другой город. В общем, в описании были самые разные. Потом, приехав в какое-то новое место, он где-то садится на скамеечку, засыпает окончательно, утром просыпается и совершенно не может понять, где он, потому что он ничего не помнит. Этот кусок жизни, так сказать, не был связан с его сознанием. Это было просто некое движение. Глаза у него при этом открыты, естественно, движения координированы. Более того, описаны случаи, когда с амнамбулами... В общем, это понятно. Они всё-таки хотят выйти туда, где светло, потому что, чтобы идти, им надо видеть чего-то. Если полная темнота, то особенно не побегаешь. Поэтому в лунную ночь, когда хорошее освещение, они любят лунные ночи, выходят на улицу, могут выйти на крышу, ходить по карнизам. А механизм этого чрезвычайно простой. Они проснулись, но сознание у них осталось в состоянии сна, выключенное. И у них начинает запускаться вполне хорошая двигательная активность. Что с этой стороны происходит, трудно сказать. Может быть, и то, и то, наверное. Но факт тот, что может быть ситуация, когда сознание отключено, а поведение есть. Это ещё один важный аргумент в пользу того, что сознание не может быть в каре мозга. Кара-то работает себе, работает до этого и после этого. А если мы его выделим в отдельный блок, то это нам легко представить. Вот мы перекрыли сознание, и хорошо мы поняли механизм сомнамбулизма. Но сомнамбулизм бывает, к счастью, не так часто. А другая патология, которая называется паралич сна, встречается гораздо чаще. Но тоже, в общем, ничего особо страшного собой не представляет. Картина тут отличается от сомнамбулизма просто прямо наоборот. В момент просыпания открывается путь сознания, человек открывает глаза, всё видит, всё слышит, а пошевелиться ни одной мышцы своего тела не может. Выход на этот блок полностью перекрыт, и закрыты все выходы из этой системы на систему организации движения. И вот человек лежит таким абсолютно обездвиженным существом какое-то время. Какое время от нескольких секунд до десятков минут. Это бывает разная величина. Видимо, зависит от степени поражения вот этих вот блоков управления этой системой. Часто бывает в малом виде, ну вот секунду, две, три распространено очень часто. А длительные такие вот фазы паралича сна – это редко, это уже скорее некая патология. А вот болезнь, которая имеет практически тот же механизм, но скорее проявляется наоборот не при пробуждении, а при засыпании. Это так называемый синдром беспокойных ног. Гадость, которая сейчас начинает быть исключительно распространенной. И прямо лавиной растет по всему земному шару. Но поскольку мы немножко страна отсталая, вот, к счастью, от развитых стран, у нас он еще только начинает разгоняться. Ну, уже довольно хорошо идет. А вот по развитым странам это прямо бич очень противный. Значит, тут эта картина такая. Человек нормально хочет лечь спать, ложится на кровать и только начинает засыпать, у него начинают дрыгаться ноги. Ноги, сначала ноги, иногда руки, но обычно с ног начинаются. И это такие мощные движения, которыми он не может управлять. И они его будят. Он опять просыпается. Просыпается, все проходит. Опять начинает засыпать. Только начинает засыпать. Опять тры-ры-ры-ры-ры-ры. И невозможно заснуть. Но это объяснение его тоже из этой системы очень простое. Вот этот блок никак не может закрыться из коры. И когда начинается активация моторной коры уже висцеральными входами, эти сигналы идут сюда, в систему организации движения. И блок, который нормально существует на выход на ноги, оказывается незакрытым достаточно. Эти сигналы туда пролетают. И в ритмике... Вот тут мне тоже очень хочется померить это, потому что, когда я смотрел на разных конгрессах демонстрации вот этих эффектов, это всегда периодические движения. Ноги работают в ритме. Интересно померить этот ритм и сравнить этот ритм чего? Сила, кишечника, желудка, сердце или чего. Это, в общем, можно довольно просто сделать. Но сейчас, к счастью, нашлась химическая бячка, которая позволяет перекрыть быстренько этот выход и, в общем, помочь заснуть. А после того, как человек уже засыпает глубоко, дальше нет проблем. Дальше он спит, уже всё закрыто. Так, ну вот с этим мы вроде бы разделались. И теперь подходим к последнему выводу, что сон – это время коркового контроля висцеральной сферы организма. Теперь мы можем, наконец, дать вполне функциональное объяснение, так сказать, сну и формулировку, что это за штука. Что медленный сон – это, скорее всего, время коркового контроля информации, поступающей от висцеральных органов с выраженной ритмической активностью, таких как сердце, желудочно-кишечный тракт, лёгкие. А быстрый сон – это время контроля информации от органов, не имеющих выраженной ритмичности, как репродуктивные органы, печень, почки и, наконец, сам мозг. Ну, таким образом, хороший сон в правильную фазу суточного ритма – это ещё одна важная деталь, о которой я сегодня уже не имел возможности рассказывать. Это самый дешёвый и эффективный путь здоровой жизни. И важно понимать, насколько сон важен, и никогда нельзя с ним баловаться. Ну и приятного всем сна и спасибо. Если есть вопросы, поднимайте, пожалуйста, руку, я подойду с микрофона. Спасибо большое за такую интересную лекцию. Вот вы сказали о временной дифференцировке, о том, что в фазу медленного сна именно происходит обработка ритмичных органов, в фазу быстрого сна неритмичных. А есть ли какая-то топическая дифференцировка, то есть, по именно зонам, то есть, это очень важно? Вы знаете, вот этот вопрос пока открытый, потому что, ну, такого массового сканирования всей поверхности коры. То есть, я понял ваш вопрос так, что есть ли в коре некое топическое представление одного органа, другого, третьего. Пожалуй, пока складывается впечатление, что нет. Что там, в общем, так же, как и в состоянии бодрствования. Мы сейчас вынуждены отходить от топического рассмотрения коры, как то, что тут вот зрение, тут вот слух, потому что, оказывается, что, да, больше, чаще всего эта кора в бодрствовании зрительная. Но в определенных ситуациях она может стать самоцензурной. Вот, то есть, сейчас мы склонны начать думать, что топически в коре представлена не какая-то сенсорность или какой-то внутренний орган, а операция, которую нейроны в этой зоне делают. Ну, как простая модель, чтобы почувствовать. Вот у нас есть калькулятор, есть у него чип, который делает сложение, другое вычитание, третье умножение. Вот, что разные зоны коры – это разные места, которые с входной информацией делают разного типа вычислительные операции. То есть, получается, как абсолютно по-разному действует кора в бодрствовании, во сне, именно даже математически? Нет, операции, я думаю, она делает одни и те же. Но в нее вход приходит от одного места, и, например, во сне, в бодрости от зрения пришел в эту область коры, а результаты были посланы на организацию поведения. Во сне, в эту же самую, на эту же зону коры, для того, чтобы сделать такие же вычисления, придет сигнал от желудка и будет послан уже в зону ассоциативной регуляции внутренних органов. И похоже, что кора проходит топографию нашего тела не параллельно вот так, а последовательно, что это идет последовательное сканирование, что мы смотрим сначала, например, на желудок, потом на кишечник, потом на печень, почки, потом опять на кишечник. Вот, то есть, смена идет по времени. — Вот второй вопрос. А пробовали ли вы, то есть, нормальные для бодрствования раздражители, то есть такие, как зрительные раздражители, индуцировать их во сне? То есть, индуцировать, например, раздражители от глаз во сне? — От глаз во сне ничего в кору не придет. — Ну, то есть, электрические именно? — Нет, а тут электрические. Чем не важно, чем вы будете стимулировать зрительный нерв? Там блок есть, и туда ничего не перейдет. — И последний вопрос. А какое место вообще в этой схеме занимает вообще гормональная регуляция организма действия и ретикулярная формация? — Ну, ретикулярная формация — это же некая хитрая конструкция, которая в этой системе... Ну, давайте мы сейчас запустим какую-нибудь... А, мы назад можем отскочить до какой-нибудь первой попавшейся схемы. Вот вертикулярной формацией, в частности, сосредоточена вся вот эта часть переключалочек вот этих. Это одно, что она делает. В ней также сосредоточены блоки на движение. Она и на это работает. Ну, в общем, все вот стволовые ядрышки, которые были хорошо исследованы и которые назывались центры сна, там, центры быстрого сна, медленного сна и так далее, это, скорее всего, структуры, аналогичные вот этим управляющим структурам. Вот этим и тем структурам, которые посылают вот эти управляющие сигналы. Гормональная система. Гормональная система очень важна, прежде всего, вот в системе, я думаю, регуляции сон-бодрствования на переключение с режима сна на режим бодрствования. Потому что мы совершенно сегодня не рассматривали устройство вот этой системы. Здесь очень, так сказать, открылась еще одна удивительная вещь, что по волокнам спинного мозга, по которым передается сигнал на управление движением бодрости, и туда, и обратно, по этим же самым волокнам, через те же самые нейроны спинного мозга во время сна начинает прокачиваться висцеральная информация. Потому что был вопрос, между прочим, вот хорошо то, что я вам рассказывал, а все сразу спрашивали, а как висцеральная информация в таком потоке, в таком объеме может прийти в кору? Мы же знаем, что зрительные нервы туда входят, самоценсорные, а через что туда прислать-то вот эту висцеральную информацию? Так вот, оказывается, все те проекции, по которым идет мощные самоценсорные сигналы, это все колонны спинного мозга, огромные колонны проводящих путей, они все начинают проводить висцеральную информацию во время сна. А вот переключение потоков нам же нужно при этом во всех висцеральных ганглях открыть возможность посылать эти сигналы в спинной мозг во сне, но в бодрости надо закрыть эту возможность, чтобы они туда не посылали эти сигналы. Вот это управление, скорее всего, идет гормональным образом, потому что тут простой сигнал. Ведь гормональная система – это очень информационно слабая система. С помощью одной молекулы мы можем передать один бит информации. Значит, мы можем передать только что-то такое – беги, не беги. Ничего больше с помощью одной молекулы передать нельзя. Поэтому, если мы хотим управлять гормоном, мы вот можем сюда передать сигнал в тело наше. Сейчас спим. Вот этот сигнал прошел, и все наши там висцеральные ганглии включились в режим сна и начали качать свои сигналы в спинной мозг для передачи в кору. Теперь мы послали сюда химический сигнал. А теперь бодрость. Раз, они должны… Пришел один сигнал, кровью он разнесся. Ну, задержка там, секунда какая-то, это не важно. В конце концов, мы просыпаемся немгновенно. Вот за это время мы переключили все эти входы, затормозили передачу висцеральных сигналов, они теперь не идут. А там, где нам надо передавать большие массивы информации, конечно, на гормонах их не передашь. Там надо передавать, естественно, адресно, во-первых, и используя кодирование нервное. То есть, интересно именно то, какое место еще в депривации сна занимает глюкокортикостероиды? Скорее всего, никакого. Их-то как раз смотрели, потому что, ну, долгое время была же всегда, вот все эксперименты с депривацией сна, там говорили, что, ну, это может быть не депривация, а может быть, это результат стресса, который за счет депривации. И там вот эти гормоны стресса, которые могут при этом возникать. И как раз было показано во всех этих работах, очень тщательно проконтролировано, что никакого изменения гормонов стресса в процессе вот этой мягкой депривации не происходит. Но более того, в последнее время, вот недавно, были у нас в Институте высшей нервной деятельности сделаны очень замечательные эксперименты, которые тоже показали, что, скорее всего, картина, на самом деле, прямо обратная. Стресс не страшен и никому ничего плохого не делает до тех пор, пока он не нарушает сон. А все пагубные последствия стресса на наш организм возникают только тогда, когда в результате стресса нарушается нормальный сон. Вот тогда начинает вся эта висцеральная патология разыгрываться. Недаром медики хорошо знают, что если к ним обращаются люди, значит, со всякими расстройствами, связанными со стрессом, у них есть твердое правило. Прежде всего, восстанови сон, а если этого недостаточно, потом уже подумай, что сделать еще. Вот. А вот сейчас прямые эксперименты показали, что, так сказать, если стресс применять в период, когда животное должно быть бодрствующее, то никакого плохого последствия нет. А если стресс создавать в период, когда зверюшка должна спать, то тогда у него возникают, тут же возникают всякие страшные патологии. Но это отдельный большой рассказ. Это, в общем, много очень интересных экспериментов на эту тему. Спасибо большое. Ну что ж, если вопросов больше нет, давайте еще раз благодарим. Есть? Прошу прощения. Я хотела бы вас поблагодарить сначала за очень интересную лекцию и уточнить кое-что просто по содержанию. Вот вначале вы рассказывали про эксперименты на крысах в США в 90-х годах. И говорили, что, когда эти крысы погибали, их вскрывали и обнаруживали повреждения внутренних органов, но при этом мозг оставался единственным неповрежденным органом. Но через некоторое время регистрировали энцефилограмму и оказывалось, что она представляет из себя прямую. Так разве эта прямая не свидетельствует о том, что мозг как раз-таки был поврежден? Может быть, разорвана связь между нейронами? Нет, это совсем не свидетельствует, потому что если даже в совершенно здоровый мозг у кошки заблокировать все сенсорные входы, у него тоже энцефилограмма станет плоской. Скорее всего, это была как раз ситуация, когда это происходило. Это происходило, скорее всего, тогда, когда система мозги крысы поняли, что она дошла до такого состояния, когда восстановить ее уже невозможно. И тогда просто были перекрыты вот все вот эти вентили, поставлены в состояние закрытости. Вот. И просто она пошла на самоуничтожение. То есть она в первую очередь погибала из-за повреждения внутренних органов? Да, конечно. Именно в комплексном. И, значит, там тоже было очень интересно, потому что в каждом отдельно внутреннем органе повреждения были не такие уж ужасные и не смертельные. Если бы все остальное было в порядке, то повреждение каждого отдельного органа, оно было еще в пределах жизни. Но когда это было комплексно во всех органах, это, оказывается, переходило порог, значит, уже невозможность восстановления. Ну и потом сейчас пришли вот последних уже совсем работах к заключению, что разрушалась при этом иммунная система. В общем, последствия допривации сна очень похожи на последствия этого СПИДа. Еще я хотела второй вопрос задать. Вот когда собаки спят, они часто поскуливают и дергают лапками. Можно ли говорить о том, что они в это время видят сны? Нет, конечно, никак не можно. Потому что мы тоже, и даже не всегда, когда спим, и даже когда засыпаем, часто подергиваем лапками. И при этом никаких у нас сновидений нет. Это просто говорит о том, что вот эта переключалочка, которая давна была закрыть выход из двигательной коры на систему поведения, может оказаться или не полностью перекрыта, или некий висцеральный сигнал отсюда достигает такой мощности, что он проскакивает через вот этот блок и прорывается сюда, как короткое возбуждение, и лапки дергаются. Но это вовсе не факт, что она при этом видит какие-то сны. Хорошо, спасибо большое. Хотя вообще я совершенно не исключаю, что собака может видеть сны, но, к сожалению, сны – это такая вещь, про которую мы можем знать только по отчетам о сновидениях, поскольку нет никаких объективных возможностей зарегистрировать сновидение и узнать, когда оно было. Поэтому видят ли животные сновидения – это вопрос, который принципиально для нас неразрешим. И, может быть, только если вот обучат обезьян разговаривать с языком глухонемых и смогут им объяснить, что такое сновидение, то, может быть, тогда мы вот от них сможем узнать, видят ли они сновидения. Ни на каких животных для нас – это абсолютно принципиально неразрешимая задача. Спасибо еще раз за интересную лекцию. Я хочу присоединиться к благодарности. А вот Вы сказали, что каналом, по которым мозг, висцеральная система, передают информацию в мозг, является спиной мозг, правильно? Есть такие травмы, при которых, например, паралич наступает, то есть этот канал частично перекрывается. Приводят ли такие травмы к нарушению регуляции висцеральной системы или нет? Да, конечно. Во всех этих случаях… Ну, тут есть, но вот у меня, к сожалению, нет этой картинки. Она для немножко другой лекции сделана. Вот конструкция нашей автономной нервной системы. У нее есть одна интересная, хитрая вещь. Я не думаю, что она в проекте была задумана именно для того, чтобы немножко облегчать ситуацию, когда у нас перебивается позвоночник. Но у нас есть блуждающий нерв, который обслуживает часть органов, наших внутренних органов в верхней части, а потом одна его ветвь идет в самый-самый низ и подключается снизу в другие внутренние органы из-под низу. А те органы, в свою очередь, на симпатической нервной системе имеют входы в спинной мозг. Таким образом, в принципе, если мы даже перебиваем спинной мозг и у нас теряется движение, у нас остается маленький канал связи, который позволяет обойти это дело таким хитрым образом. Но, с другой стороны, он маленький, и люди с полным поражением спинного мозга выживают только в условиях постоянного медицинского контроля, когда недостаток висцеральной регуляции компенсируется врачами, постоянным контролем за их внутренней средой, анализами и прочим. Конечно, в естественной среде они бы никогда выжить не могли.